Огромная вывеска национального географического общества на Тайм-сквер заметна издалека. Словно ожившая обложка известного на весь мир журнала National Geographic завлекает туристов на, пожалуй, самый необычный и захватывающий аттракцион мегаполиса. Океанская Одиссея, контакт, или точнее будет сказать, соприкосновение. Здесь действительность соприкасается с реальностью виртуальной. В какой-то момент вам даже становится сложно отличить одно от другой. В океанские глубины под Тайм-сквер вы погружаетесь, оставаясь при этом абсолютно сухим, но ощущение, что все реально, не покидает ни на минуту. Шенон Эберт отвечает за маркетинг океанской Одиссеи и с гордостью говорит о том, что аналогичных аттракционов, кроме Нью-Йорка, пока нет нигде на планете. Наш аттракцион стал возможным только благодаря технологиям. Мы решили использовать цифровые трюки, поскольку вся идея заключалась в том, чтобы с помощью технологий дать возможность людям побывать там, где им бы было сложно по-настоящему оказаться. И в данном случае это океанские глубины. При создании океанской Одиссеи использовался целый набор визуальных и цифровых эффектов. По замыслу посетители словно путешествуют по дну Тихого океана. И каждый зал-павильон — это новая точка на карте Земли. В каких-то случаях это были сенсорные технологии, также невероятные 3D-технологии с высочайшим разрешением, с помощью которых вы словно в реальности наблюдаете за 15-метровым китом. А в случае с лесом водорослей мы использовали старый прием, известный как зеркальный лабиринт. Над созданием этого уникального и неожиданного во многих смыслах аттракциона работала международная команда профессионалов самого высочайшего класса. Графикой занималась компания Pixa Mondo из Лос-Анджелеса. Дизайном известна Falcons Creative из Флориды. Над музыкой и звуковым сопровождением работал Дэвид Канн, обладатель награды премии Грэмми. Аттракцион, можно сказать, получился с голливудским размахом. Этот виртуальный океан приближен к реальности не только визуально, он максимально интерактивен. Например, этот компьютерный морской лев реагирует на ваши движения. Вы можете с ним поиграться. Этот аттракцион один из самых любимых у посетителей. На движение здесь реагирует коралловый риф и переливаясь всеми цветами, и пол, имитирующий морское дно. На огромных изогнутых для лучшего обзора экранах можно наблюдать за битвой гигантских кальмаров или охотой сивучих китов на стае анчоусов в океане. 45-минутное подводное путешествие, похоже, одинаково поражает воображение и взрослых, и детей. Особенно понравился лабиринт с морскими водорослями и зеркалами. Очень креативно. Интерактивный пол в виде морского дна в начале тура. Ты мог сделать шаг, и рыбы словно плавали и двигались вокруг тебя. Все было очень красиво. Цвета переливались, графика была потрясающая. Я получил огромное удовольствие. Персонал был замечательный. Это было весело. Иногда немного страшно, но было забавно узнать столько интересного о морских обитателях и о океане, и о том, что находится под водой. Создатели аттракциона называют океанскую Одиссею развлечением со смыслом. Помимо всего прочего, своей целью они ставили вдохновить посетителей на то, чтобы больше узнавать и заботиться о мировом океане. Мы даем возможность нашим посетителям выбрать несколько опций того, что они могут сделать для сохранения океана. Например, скажи «нет» пластиковым трубочкам. Или перестань пользоваться пластиковыми пакетами и бутылками. Это, кстати, самая популярная опция. Или используй экологически чистую бытовую химию. Сделав этот выбор, они могут вот здесь узнать больше о том, что это значит, и разместить у себя в социальных медиа информацию о нашем шоу. Но все же, разумеется, захватывающий аттракцион 21 века – это в первую очередь коммерческий проект. Цена за входной билет – почти 40 долларов для взрослых и 32 доллара для детей. Туристов явно не смущает. Океанскую Одиссею с момента открытия посетили уже более 250 тысяч человек. Для публики в Нью-Йорке аттракцион будет открыт еще по меньшей мере пару лет, прежде чем начнет свое путешествие по планете. Евгений Маслов, Майкл Эклс. Настоящее время. Нью-Йорк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова